Убийцу искали несколько дней. Из ориентиров одет во все черное. Из мотивов практически все, что угодно. От профессиональной деятельности, месть коллекторов или должников, до личных мотивов. Справились в кратчайший срок. Убийство Калужского произошло 1 ноября. Предполагаемый стрелок задержан 4-го. По информации следствия, мужчину зовут Сергей Ананикян. Ему 43 года, армянин. В Рязань приехал в начале нулевых. Далее информация из открытых источников. Женился на сотрудницы Управления Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области. От брака осталось двое детей. Любопытная деталь. Начальником бывшей жены Ананикяна был как раз убитый Сергей Калужский. 1 ноября 2023 года произошло убийство начальника отдела судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району. На место происшествия выезжал прокурор Рязанской области и профильный заместитель. По информации рязанских СМИ, к убийству Ананикян готовился около месяца. Купил велосипед, спецодежду и стал изображать из себя придомового дворника, чтобы жильцы дома привыкли к нему и не обращали внимания. Параллельно изучал маршрут передвижения Калужского от дома до работы. Само убийство произошло вечером 1 ноября рядом с домом Сергея Калужского. Свидетели говорили, что в мужчину выстрелили трижды. Пули попали в живот, грудь и голову. И если первоначально о попаданиях говорили как о прицельных выстрелах, то на деле оказалось, что автомат просто дал очередь. Он хотел выстрелить, а один выстрел, а там стоял на автомате. И как нажало, соскочил. Дальше действовал так. Дошел до припаркованного велосипеда и уехал. Задержали мужчину спустя 4 дня. 5 ноября 2023 года судом удовлетворено ходатайство следователя Следственного управления СКР по Рязанской области. Подозреваемому в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району избрано мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года включительно. Уже на суде Сергей Ананекян заявил журналистам, что убивать Калужского не планировал. Сказал лишь, цитата, «так получилось». Видимо, пришел с автоматом просто поговорить. Но разговора не получилось. Взыграло, как он сам выразился, чувство обиды и ревности. Пока следственные действия продолжаются, Сергей Ананекян заключен под стражу. Информации по автомату, из которого был застрелен Калужский, до сих пор нет.